Ничего страшного, мы учились в советское время и изучали атеизм и биологию, и астрономию с точки зрения атеистической. Ну и что же? И это очень пригодилось, знание. В чушь-то особенном, если мусульмане будут знать то, что из себя представляет православие. В чушь-то особенном, чего мы только не учим. Я ещё раз говорю, это очень хорошо, если будем знать. Мусульмане будут знать, что такое православие. И нам бы, православным, очень неплохо было бы знать, я вам скажу, что такое ислам. И поэтому, если в данном случае на уроках преподается только это, ну что же? Но, в принципе, ещё раз я говорю, должно преподаваться и то, и другое. Но в зависимости опять... Слушайте, всегда приходится выстраивать приоритеты же. Ну, представьте себе, 20 православных, а один мусульманин. Так, что делать? Что? Да здравствует большинство или меньшинство? Какая вообще система в системе демократии? По какому принципу решаются вопросы в демократическом государстве? Вот, пожалуйста, вам сейчас Дума, закон ставится на голосование. Большинство за такой-то закон. И что? Меньшинство подчиняется. Это принцип демократии. А какой же тогда демос – народ? В Думе, в любом парламенте всё решается большинством голосов. Почему же там это не вызывает вопросов, а здесь вдруг сразу вопрос – как же быть? Ну, вот так. Пожалуйста, пусть познакомятся. А если будет возможность такая, то будут и основы мусульманской культуры. Пожалуйста, мы нисколько не возражаем. Но приоритеты всегда и всюду существуют. Таков принцип – принцип человеческой жизни. Только и всего. Продолжение следует... Продолжение следует...